всем привет итак меня зовут дмитрий яковлев я вещаю из города севастополь и я сейчас хочу вам показать объездную трассу я сам там не был не знаю сделали они эту трассу либо не сделали они эту трассу но что-то мне подсказывает что после двух лет с небольшим долгой работы кропотливой над следующей дорогой о которой я вам сейчас расскажу и покажу за два года можно было сделать поэтому давайте посмотрим честно я только что снял материал про парк победы и мне в принципе понравилось единственное что мне не понравилось это озеленение и мелкие мелкие там детали но в принципе сделано много конечно же понятно что денег своровано тоже много и на эти деньги можно было сделать очень много гораздо больше чем сделано но как сделано так сделано это россия друзья это нужно понимать и сейчас мы едем дальше мы должны посмотреть эту дорогу и я очень рассчитываю что в этой дороге мы не будем стоять в пробках а проедем по большой четырехполосной трассе и так вперед друзья мои поехали музыку я не буду вставлять но потом ставлю я имею ввиду сейчас пока не буду ну что поворотник налево и пошли вперед и так я снимать видео не буду смысле музыку вставлять сейчас не буду вот такую потому что ну сами понимаете youtube может просто напросто заблокировать это видео а мне не нужна блокировка и так колечко как было так и осталось и судя вот по этим полоскам уже понятно что дорогу они не сделали но все равно я очень бы хотел туда съездить и посмотреть в каком состоянии да ребят смотрите скорее всего там будет громадная пригромадная проб да она уже прям здесь видна она уже ребята видна прям здесь посмотрите какая-то непонятная служба какая-то непонятные там ребята из а это гаишники что ли кого они тут ловят вот кого-то поймали здесь 96 регионы ребята там веселятся так нож так что это у нас в порядке надеюсь так 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 давайте будем посмотреть сейчас я хочу поправить будет сейчас секунду ребят это я как-то так сильно что сейчас сейчас ну и собственно говоря все можно еще чуть-чуть смотрите пробочки как таковой нет да сейчас но я хочу сказать что и дорогу они не сделали дорогу все-таки они не сделали они привели в порядок вот поставили мачты непосредственно фонарей и в принципе будет выглядеть конечно это круто давайте я прикрою немножечко окошечко и так поставили они здесь бордюр в принципе видите насколько дорога широкая но я вам хочу сказать за два года но можно было сделать дорогу вот действительно насколько можно заниматься такой фигней вот на мой взгляд они должны взять как в китае допустим или как в европе взять и все абсолютно возможности свои реализовать на этом участке дороги из просто должны привлечь сюда все трактора все какие-то что здесь катки какие-то до бетономешалки там или что тут у них в общем какую-то технику они привлечь должны всю на этот участок дороги и моментально его в течение допустим нескольких дней сделать эту дорогу это все вот знаете я не знаю конечно про хохов говорится что они понадкусывают да то есть яблоки не поедят так понадкусывают так вот извините на мой взгляд уж самое можно сказать и о россии ну что это за бред они кусками делают то там то там то там то там в итоге непонятно вот вы понимаете помните как крымский мост делали ребята даже вообще у них как они шли короче ставили этот мост с разных сторон шли с кубани одна одна часть дороги была и другая сторона естественно с крымского полуострова что со стороны керчи так вот они когда стыканулись у них разница по высоте была в районе одного метра вы представляете насколько они некачественно как бы все рассчитали метр ребятами это не 20 сантиметров не 40 это метр это очень много и потом они это наращивали естественно делали там но это нормально принципе наверно я сам не строительный думаю что в принципе это нормально но ребят ну почему же здесь вот в данном участке нельзя сделать ну нормально нельзя нормально подойти нельзя сделать вот всего лишь за за сколько китайцы бы сделали давайте посмотрим реально но они бы за неделю ну максимум за неделю все бы сделали я считаю что если если они мосты делают перри переводят там я не знаю но один сломали 2 построили на все это у них ушло 48 часов это небольшой мост причем там всего было четыре экскаватора помните как они какую-то магистраль или что там они ломали вторую короче там у них с двух сторон дороги стояли один к одному экскаваторы наверное было задействовано штук 40 экскаваторов такое ощущение а вот и они очень быстро все это разломали и очень быстро все это сделали ребят я не понимаю почему русские такие неадекватные чтобы быть корректными да почему нельзя быстренько все сделать и пойти на участок той же самой тавриды ну какого хрена если вы русские делаете эту сраную трассу таврида на которой умирает столько людей выше у вас же есть там план да у вас есть план и и сделать к декабрю 2020 года вы ее хотите закончить быстрее так на хрена она нужна быстрее ребят это закончите как положено развзялись нет они как обычно делают ямы вот и потом машины увозят на какие-то другие участки сделают все для того чтобы россиянам было плохо вот я считаю это сделано именно в такой стилистике и сделано это именно так и я считаю что это сделано конечно же из-за бездарности нынешней власти может быть работа есть что-то тут они делают как-то там что-то вот непонятно но ребята но два с небольшим года может быть даже и три я точно не помню по-моему это было больше двух лет назад уже и кто знает кто в курсе поправьте меня пожалуйста но ребят это совершенно не несерьезно работать в таком режиме совершенно несерьезно создавать такие пробки такие неудобства для водителей для тех людей которые приезжают в город севастополь в конце концов это лицо города то что вы там делаете но это абсурд честное слово нужно менять безусловно в россии министра чего там министра строительства да получается кто здесь по дорогам или автодор нужно там начальника автодора увольнять отсюда к чертовой матери но это 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 бред конечно но во вторых техника безопасности посмотрите здесь ребят стоят вы видели да мы вот проезжаем правой стороны стоит вот эти вот бетонные плиты бетонные как они там за кубы там или как но смысл в том что это тоже большая проблема вы представляете не дай бог что-то случится с автомобилем его по и понесет на право или там человек заснет ночью и что все хана но так тоже не должно быть так тоже не не делается но я не буду говорить вы подумайте о своей совести если у вас там она или нет потому что собственно говоря для нашего народа для наших лидеров для наших начальников это абсолютно все бесполезно и сколько им не говори это все до одного места ребят ну вот примерно так все что хотел вам показать вы сами посмотрели если вам понравилось это видео пожалуйста ставьте лайк давайте я к вам повернусь ребят если вы посмотрели это видео и она вам понравилось если вы поставили предыдущие видео и вам тоже она понравилась и вы хотели бы чтобы я продолжал в том же духе друзья пожалуйста ставьте лайк поддержите меня поддержите канал подпишитесь на него обязательно нажмите на колокольчик и пожалуйста опять же просматривайте возможно ставьте комментарии что вы думаете об этом в принципе потому что на самом деле это крайне важно от вашего мнения зависит очень много и от вашей политической там я не знаю социального какого-то вашего взгляда тоже очень много зависит ребят не будьте как называется там терпеливы это неправильное слово да безразличны да не будьте ребята безразличны к этим проблемам это крайне крайне важно итак ребят всего вам хорошего хорошего настроения удачи вам ну и давайте еще раз ставьте лайк не забудьте пожалуйста мне будет это очень приятно и я буду расценивать его как благодарность за мой труд спасибо вам друзья и пока 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 пока